Французские часы. Как их делают? Можно ли их покупать? Почему их покупают в Китае и Японии? Поговорим на примере часов Пьер Ланье. Сегодня покажу нестандартную часовую компанию и ее фабрику. Почему нестандартную? А, судите сами. Она была создана в 1977-м. Да, в кварцевый кризис, когда остальные закрывались. Почему и как удалось выжить? Выпускает 400 тысяч часов в год. Держит 30% рынка доступных механических часов во Франции. И является одним из крупнейших клиентов Сигал. Интересно, что здесь думают про качество китайских механизмов? В коллекции нет ни одних часов, похожих на ролик с Элиадом Арпиге. Весь дизайн свой. Зачем? Два других крупнейших рынка после Франции – Япония и Китай. Там что, своих часов не хватает? На эти и многие другие вопросы в ролике отвечу даже не я, а представители трех поколений семьи, что владеет компанией. В общем, здравствуйте. С вами Вячеслав Медведев. На нашем канале вы уже видели, как делают часы в Швейцарии, Японии и Китае. Если нравятся такие рассказы, ставьте лайк и подписывайтесь. А недавно мне довелось побывать во Франции. И сегодня расскажу о том, как делают часы там. За помощь с поездкой спасибо интернет-магазину Best Watch.ru. Признаюсь, когда на выставке ингаргента беседовал с директором Пьер Ланье Пьером Бургуном, мне не особо верилось, что эти часы делают не в Китае, а во Франции. Уж больно низкая цена – от 100 евро. И большие объемы. Пьер Ланье – это семейный бизнес, создан в 1977-м моими родителями. Они начали с импорта часов из Китая, цифровых часов из Китая. Но мой отец всегда хотел создавать часы. И они начали разрабатывать часы сами. А через некоторое время стали производить их во Франции, на нашей фабрике. Ну что ж, начнем с истории из производства. Вот с этого небольшого домика в деревеньке, Эрналшембле Саверн. Вы не верите, что здесь делают 400 тысяч часов в год? Я тоже не верю. Потому что их делают вот здесь. Это уже больше похоже на серьезный производственный комплекс, правда? Мы обязательно побываем в его цехах. А уютный одноэтажный домик я показал, потому что сегодня здесь собрались три поколения семьи Бургун. Собрались в той самой гостиной, в которой в 1977-м родился бренд Пьер Ланье. Пьер Бургун, он же сегодня управляет компанией. Его родители, Беатрис и Жан-Поль Бургун, основавшие марку, и дочь Пьера, Лаура. Она отвечает за маркетинг и продажи. До часов Жан-Поль имел опыт мебельного бизнеса и электроники. Отчасти это объясняет, почему в разгар кварцевого кризиса он решил начать новый бизнес. Мы стартовали бизнес с кварцевыми часами, с LCD-дисплеем. Их было легко ремонтировать, заменить что-либо, поэтому я и выбрал электронные часы. Увы, первых часов Пьер Ланье я не видел. Зато видел единственные часы на 99% сделанные во Франции. Кстати, вот они. Угадайте, какой единственный элемент в них сделан не во Франции и почему. И видел официальные часы Елисейского дворца. Пьер говорит, что сомневался, стоит ли выпускать часы по этой лицензии. Во Франции не особо любят президента. И выпустия они именно часы президента, продажи были бы нулевыми. А тема часов президентского дворца зашла. Причем не только во Франции. Вот так все непросто. Кстати, вы заметили, что на витрине были часы кварцевые и механические. 130 и 260 евро. Начав с противохода с выпуска кварцевого времена механики, сегодня Пьер Ланье все больше поворачивается к часам механическим. Мы выпускаем около 60% механики и 40% кварца. Доля механики постоянно растет. Думаю, скоро она достигнет 100%. Потому что механические часы очень важны для нас. Во Франции мы держим 30% рынка часов с автоподзаводом ценой до 500 евро. Потому что механика, автоматика – это основа часового дела. Кварцевые часы – это всего лишь электроника. Механический механизм – это реальное часовое дело. Вот почему мы выпускаем все больше механики. Но мы хотим сделать механику доступной для большинства людей. Не эксклюзивные часы, а доступную механику. Вот она, это самая механика. Весело крутится на циклотесте. Акцент на механические часы заметен даже при беглом взгляде на витрину с часами Пьер Ланье. Виден просто по самим часам. Сейчас самая успешная коллекция – поддок. Часы в автомобильном стиле. Это мужские часы, очень особые. Вселенные автомобилей и часов похожи. Потому что и там, и там механизмы. И там, и там похожие ощущения. Все аспекты, цвета, обработка. Много общего между автомобилями и часами. Конкретно эти часы Пьер Ланье стоят в России 28 тысяч рублей. Вообще же, Пьер Ланье выпускает часы в сегменте от 100 до 500 евро. Сегодня это один из самых сложных сегментов для производителей. Именно здесь сильнее всего давление со стороны умных часов. Но Пьер Ланье чувствует себя уверенно. За счет чего? Посмотрите, что именно растет и падает. Растут умные часы. Кварцевые часы падают. Механические часы тоже растут. Конечно, они продаются не в тех количествах, как кварц, но они растут. Вот почему мы движемся в сторону автоматики, механики. Потому что этот путь даст нам успех в будущем. Для своих часов Пьер Ланье использует механизмы от Миота и Сигал. С последним компания работает уже 10 лет. Не секрет, что отношение к китайским механизмам у всех разное. Существуют разные механизмы. Вы должны выбирать, что используете. Вы говорите про Сигал. У Сигала есть разные механизмы. Плохие и хорошие. Мы выбираем правильные и проверяем их на входе. Каждый механизм мы проверяем на фабрике. И только после этого используем. Поэтому мы уверены в качестве. Кстати, на фабрике тщательно проверяют не только механизмы, но и другие детали. Например, ремешки. Вжик, 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 вжик. Задаем количество движений, скорость, натяжение и ждем, когда ремешок умрет. Оцените циферки. 632 773 74 75 оборотов. Интересно, сколько раз за год мы шевелим запястьем? Напишите, если знаете. Беспокоюсь, не переживет ли этот ремешок меня. А вот эта нехитрая машина трясет браслеты. И тоже смотрим цифры. Устраивает. Мы отсеиваем примерно 3-4% механизмов. Да, мы несем затраты. Но я считаю, это нормально. Разумеется, если не будем проверять, будет плохо. Но мы проверяем и регулируем механизмы до нормальной точности. Раз уж компания работает и с японцами, и с китайцами, я не смог не спросить Пьера про то, какие механизмы лучше. Хотя, ответ, наверное, очевиден. Главное отличие в эстетике. Потому что Сигал лучше. Сигал больше работает над внешним видом. Больше надписей, отделки. Они более привлекательны для глаза. Особенно скелетоны. Они очень интересны. С точки зрения качества, они сопоставимы. Но снова, это зависит от того, какие механизмы вы берете внутри бренда. Вот так вот. Видимо, качество механизмов действительно приличное. В этом меня убедили не слова Пьера, а вот эти двое сотрудников. Это весь отдел постпродажного ремонта. На некоторых знаменитых швейцарских фабриках он, скажем так, малость попредставительнее. И все же я продолжу выступать в роли скептика. В комментариях вы часто пишите, что не любите скелетоны. По мне, они разные. Есть вещи на грани искусства. Но их невозможно сделать в цену 200-300 долларов. А недорогие знатоки часто подвергают критике. Почему компании используют недорогие механизмы скелетонов? И почему люди покупают их? Есть большая разница между сегментами. В высоком сегменте люди по умолчанию ожидают, что часы механические. В нашем сегменте они такого не ждут. Когда вы не видите механизм, вы не видите разницу, кварцевая это часы или автоматика. Поэтому очень важно показать механизм. И спереди, и сзади. Плюс многие люди покупают часы, потому что они привлекательно выглядят. Особенно если это механика. Мы даем механические часы людям, которые никогда не имели их до этого. За счет чего на Пьер Ланье удается делать часы доступными? Не только за счет комплектующих, но и за счет оптимизации работы. Например, вот установка для лазерной гравировки. Рабочая, но считай, что списанная. Потому что за один раз она гравировала только одну крышку. А вот эта машина за раз заглатывает 20 штук часов. Пара минут и партия готова. Причем машина сама определяет положение каждых часов и доворачивает рисунок, чтобы надпись была вертикальной. На оборудование, которое повышает производительность, на Пьер Ланье не скупятся. Особенно если оно заодно повышает качество. Например, вот участок установки стрелок. Здесь ушли от ручного труда. Работает специальный автомат. Он не только упрощает установку, но и с помощью камеры с монитором помогает на ходу контролировать параллельность. А там, где ущерба качеству не будет, на Пьер Ланье используют экономные решения. Например, часы по фабрике перевозят на таких же тележках и подносах, что обычно используют в бестро. По Франции нам принадлежит около 10% рынка. В сегменте часов до 500 евро мы делим первое и второе место. Год от года делим это место с Фойсил и Фестино. По автоматическим часам мы впереди всех. Это точно. Масштабы бизнеса видны по складу. Здесь хранятся и готовые часы, и многочисленные детали. Хотя оптимизация производства – это уже второй этап заботы об экономии. Знаете, где на самом деле рождается доступная цена? В отделе дизайна. В Пьер Ланье свой штат дизайнеров. Шесть человек. Зачем столько? И, казалось бы, что сложного – нарисовать часы. Мы работаем напрямую со многими поставщиками комплектующих. Поэтому мы не полагаемся на какую-то промежуточную компанию, которая состыкует наши желания с техническими возможностями. Мы должны делать это сами. Все технические расчеты мы ведем сами. И для нас очень важно, чтобы наши дизайнеры знали все материалы, которые используют наши поставщики, и характеристики, возможности поставщиков и себестоимость. До часов Арно был архитектором, разрабатывал мебель. Говорит, что создавать часы сложнее. В часах требуется больше знаний о компонентах, технологиях, обо всем. В мебели вам нужно знать практически один материал. В часах нужно знать материалы, ваши возможности и возможности ваших поставщиков. Могут ли они сделать то, что вы задумали? Как именно это может быть исполнено? И может ли это быть исполнено в нужную вам цену? Как появляются идеи новинок? Иногда инициаторами создания новой модели выступает сам отдел дизайна. Иногда запрос приходит от отдела маркетинга, от магазинов. А сделайте-ка нам вот это. И тогда дизайнеры адаптируют идею к стилю Пьер Ланье. Никогда нельзя предсказать, какая модель будет успешна, а какая нет. Когда мы запускаем новые часы, нам они всегда нравятся. Это наше дитя, и мы стараемся все сделать максимально хорошо. Но не всегда удается угадать. Иногда мы что-то выпускаем слишком рано, иногда слишком поздно. Вот с этими часами мы поспешили. Мы выпустили их два года назад, и они оказались не столь успешны, как мы хотели. Но сегодня они уже в тренде. Все компании выпускают похожие. Вы заметили, что эти часы чем-то похожи на наутилус от Pateco, но не копируют его. В коллекции Пьер Ланье вообще нет ни одной копии Rolex, Ademar или Pateco, на которых выезжает большинство производителей. Здесь всегда делают свое. Это дорого, рискованно, но позволяет бренду быть отличным от других. А потому часы Пьер Ланье охотно покупает не только во Франции, который для компании главный рынок, но и в Японии, и в Китае. Где и своих часов вроде бы достаточно. Потому что покупатель ценит французский дизайн, французский дух, сделанный во Франции. Причин достаточно. Что особенного во французских часах. Они не такие, как все. Они особые. И, конечно же, доступная цена. Цена очень важна. В коллекции Пьер Ланье порядка 7 основных линий, в рамках которых компания каждый год запускает до 80 новых моделей. По словам Арно, им приходится экспериментировать больше, чем знаменитым брендам, чтобы отсеять часть решений и найти то, что подходит Пьер Ланье. На разработку каждых часов уходит минимум 6 месяцев. Эскиз, обсуждение в группе дизайна, прототип на 3D принтере. Раз в квартал проходит общее совещание по новинкам, с маркетингом и производством. Но бывает, что разработка модели затягивается на несколько лет. Не получается достичь желаемого. А за это время меняется тренд на рынке. Я спросил Арно, какие часы Пьер Ланье оказались самыми сложными в разработке. Вот эта модель, Гектор. В ней использован новый механизм от Seagal. Это очень качественный механизм, но он имеет не круглую, а прямоугольную форму. Нам пришлось искать пути, как сделать квадратный корпус и как оптимально скомбинировать его с механизмом. Это было не очень просто. Фабрика Пьер Ланье была построена в 1984-м. Интересно, что она расположена в Альзасе. Этот регион был то частью Франции, то Германии, сейчас опять Франции. Возможно, вы помните, что Франция некогда славилась своей часовой промышленностью. Вот только Пьер Ланье это помогает не особо. Все часовые предприятия Франции были сосредоточены совсем в другой части страны, около Бизансона. В Альзасе же Пьер Ланье единственный, кто связан с часами. Это сложно, потому что вокруг нет рынка специалистов, поставщиков, трудно найти и обучить сотрудников. Но Пьер настоящий патриот и Франции, и своего региона. Это смешно, но мы, самый большой производитель часов во Франции, находимся не в традиционном часовом регионе. По словам Пьера, в среднем люди работают на фабрике по 20 лет. Новичков обучают прямо на предприятии. Других вариантов нет. Но пока справляются. Мы здесь, потому что мы здесь. Мои родители родом отсюда, из маленькой деревни на 600 жителей. Мы родом отсюда, и мы работаем здесь. И мы не хотим никуда переезжать. Пьер Патриот не на словах. Компания спонсирует местный футбольный клуб, RCS Чепелан. И, разумеется, выпускала в честь него часы. Вот эти. Рисунок открытых элементов циферблата повторяет символику клуба. А под ним введен механический механизм. Большая ли наценка за футбольную символику? В России часы стоят меньше 20 тысяч рублей. Пьер говорит, что хотел бы, чтобы его часы были как можно более французскими. В начале ролика я загадывал загадку вот про эту модель. Какая единственная деталь в ней не французская? К 45-летию нашей компании мы выпустили одни часы. Хотели полностью с французскими компонентами. Но во Франции больше нет производителей циферблатов. Поэтому циферблат здесь швейцарский. А все остальное французское. Корпус, ремешок, механизм, пекине. Французский механизм. Конечно, цена оказалась 1977 евро. По году основания. Пьер продолжает развивать предприятие и инвестировать в производство. Не знаю, чем ему не угодили вот эти верстаки. Но Пьер говорит, что уже после летних отпусков все они будут заменены на вот такие. Говорит, так нужно. И мечтает о дне, когда кто-то придумает способ автоматической упаковки часов в коробке. Потому что именно эта операция оказывает самый медленный и трудозатратный. Вроде бы все просто и квалификации особо и не нужны. Но все часы разные. И пока пристегнешь браслет, пока навесишь все бирочки, наденешь на подушечку. Ах да, коробочку тоже нужно протереть. Чтобы покупателю все приехало в самом лучшем виде. Оказывается, вот что в часовом деле самое сложное. В общем, пока упаковка выглядит как-то так. А вот сборка происходит куда быстрее. Даже с учетом того, что на Пьер-Лане заботятся о качестве. В том числе об отсутствии пыли внутри часов и под стеклом. Все делается аккуратно и быстро одновременно. Судя по уверенным движениям мастериц, они действительно работают здесь не первый год. Из интересных особенностей конкретной фабрики, контроль водонепроницаемости проводится на рабочем месте каждого сборщика. Пока он корпусит очередные часы, прибор как раз успевает проверить предыдущие. Минимальные потери времени – один из способов получить доступную цену. И в итоге циклотест, который мы видели в самом начале. Точнее, не один, а целая батарея циклотестов. На 24 штуки часов каждый. А над ними – табло с планами и текущими показателями работы предприятия. План на эту неделю – 3600 часов. Во вторник утром, когда мы были на фабрике, было сделано уже 1088. Похоже, недельный план будет легко перевыполнен. И в разные концы света разъедутся очередные партии часов, сделанных на необычной французской часовой фабрике. В том числе, поедут и в Россию. Кстати, в прошлом году продажи Пьер Ланье в нашей стране выросли в два раза. А мы вернемся в маленький уютный домик. Основатель фирмы давно на пенсии и передал дела сыну. Под конец встречи я спросил у Жанна Поля, доволен ли он тем, как сын управляет основанной им компанией. Я обязан ответить «да». Ну что ж, остается пожелать успехов французским часовщикам. Напишите, что вы думаете о фабрике, об этих часах и этом рассказе. Буду рад лайкам, если ролик понравился. И подписывайтесь на нас на всех платформах. Ютуб, ВК, Яндекс.Зен, Телеграм. Впереди еще много интересного. Из мира красивых вещей, сложных механизмов и фабрик, где их производят. До новых встреч, друзья! Hello to the viewers of my watch.